Неравнодушные граждане с активной жизненной позицией. Более 5000 общественных наблюдателей в Самарской области обеспечили прозрачность и соблюдение закона в ходе президентских выборов. За подготовку экспертов отвечал общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Самарская область вошла в топ-5 регионов по эффективности наблюдения. По оценке наших федеральных коллег мы получили оценку 4 с плюсом. Это хороший показатель. Нам есть к чему стремиться. Мы понимаем, насколько наша работа может быть выстроена. Достижение высокой планки стало возможным благодаря слаженной работе всех членов штаба. В его составе 15 человек. Это представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Каждый член штаба курировал отдельное направление. За месяц до единого дня голосования началась работа горячей линии по выборам. Ее функционирование обеспечила нотариальная палата Самарской области. Сотрудники колл-центра в ежедневном режиме принимали обращения и отвечали на все интересующие граждан вопросы. Все было спокойно. Те нарушения, о которых сообщались, не подтвердились. Сразу же направлялись экспресс-сообщения. Для проверки они не подтверждались. За работой в соцсетях и мониторингом легитимности размещаемой информации отвечала экспертная группа во главе с представителями адвокатского сообщества. Самарская область стала регионом-лидером по качеству проделанной работы в этом направлении. Я считаю, что это большое достижение. Почему? Потому что вопрос не в том, какое место заняла работа общественного штаба, а тот результат, который был достигнут на выборах. Легитимность выборов не вызывает никакого сомнения. Не вызывает никакого сомнения, что многие граждане Российской Федерации фактически воспринили, на мой взгляд, эти выборы как референдум. Референдум доверия как президенту, как политике, которую предлагает президент, как тем шагам, которые мы делаем в этом направлении. Большую работу общественный штаб провел в преддверии дня голосования. Мониторинг всей избирательной кампании на каждом ее этапе находился под пристальным наблюдением экспертов. Мы смотрели, как идет агитация. И в отличие от предыдущих многих кампаний, в этой части практически не было никаких отступлений от правил, установленных действующим законодательством. Организаторы выборов сделали все для того, чтобы активные участники избирательной кампании, прежде всего это представители кандидатов, доверенные лица, воспользовались своими правами по продвижению программ и идей, которые выдвинули их кандидаты. По мнению экспертов, система подготовки общественных наблюдателей и их участие в процессе контроля за ходом голосования полностью себя оправдали. На итоговом заседании общественного штаба отметили возросший интерес молодежи к выборам и неравнодушие граждан к политической и общественной жизни страны, а также роль СМИ в избирательной кампании. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели – президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права Юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.